МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это практика, которая введена нами в последние годы. Мы считаем очень важно, чтобы за неделю до съезда каждый делегат съезда, наши гости, все сторонники, все, кто вместе с нами работал эти годы, имели возможность увидеть оценки Центрального комитета, характер и содержание нашей работы. С одной стороны, это обязывает развитие международной обстановки. Тот системный кризис глобализма, который разразился на планете, который угрожает нам всем, сегодня вошел в новую стадию, мы это видим и по обстановке в Америке, и в мире, и на Ближнем Востоке. Тот кризис финансо-экономический, который трясет нашу страну девятый год подряд, тоже обязывает конструктивному решению проблем и предложению нашей программы. Здесь обнародована программа «10 шагов достойной жизни», которая уточнена после консультации с нашими союзниками и друзьями, с которыми мы идем вместе на местные выборы и готовимся к президентским выборам. В этом материале подробно изложен опыт лучших наших организаций, структур и союзников, и мы все в этом заинтересованы. Одновременно дан критический анализ тех проблем и недостатков, которые реально существуют, но мы предлагаем, готовясь к съезду, всем заинтересованным, в том числе и каждому гражданину, ознакомиться с этим материалом. Он размещен на сайтах наших, а их около сотни, и каждый имеет возможность изучить и в целом доклад, или тот, или иной его раздел. Но вместе с тем просили, чтобы были высказаны конкретные предложения, замечания, пожелания. Все они лягут в основу работы непосредственно делегатов съезда, наших комиссий, и по решению съезда затем будут подготовлены программы конкретных действий по работе партии в новых условиях. Соответствующие разделы и предложения попросил бы представить наших секретарей и моих заместителей, которые владеют обстановкой, вместе с другими нашими обкомами, комитетами, комиссиями, готовили этот материал. Просьба представить соответствующие разделы Дмитрия Новикова. Спасибо, Геннадий Андреевич. Уважаемые коллеги, 17-й съезд Коммунистической партии Российской Федерации в жизни партии станет очень важным событием, станет событием в политической жизни страны, и действительно тон обсуждению проблем задает публикация политического отчета, с которым на съезде выступит лидер партии Геннадий Андреевич Зюганов. Публикация документа позволяет делегатам прочесть его заблаговременно и приехать на съезд с готовностью обсуждать самым тщательным образом все необходимые вопросы. Как известно, Коммунистическая партия Российской Федерации крайне жестко оценивает нынешнюю социально-экономическую модель в России, но как ответственная перед страной и народом партии, мы очень тщательно изучаем весь круг проблем, весь круг задач, которые стоят сегодня перед Российской Федерацией. Если вы посмотрите на работу всех политических партий, на то, как они изучают существующие в стране проблемы, то вы убедитесь, что по теме рабочего класса, по проблемам положения рабочего класса и изменения ситуации вы не найдете более глубоких наработок, чем есть у Компартии Российской Федерации. Это же касается темы национальных отношений, национального вопроса, это касается положения молодежи, это касается многих других проблем. Все они были самым тщательным образом рассмотрены Центральным комитетом партии в отчетный период. Россия страна больших пространств и крупных стратегий, именно поэтому сто лет назад выйти из кризиса она смогла только благодаря великому социалистическому проекту. Сегодня, если вы следите за экспертной жизнью, за экономической и политической жизнью, то вы могли убедиться, что прошедший недавно Московский экономический форум показал даже те участники, те эксперты, которые не являются сторонниками социалистического выбора, не являются членами Коммунистической партии Российской Федерации, все больше и все чаще предлагают те идеи, те предложения, которые созвучны идеям и предложениям Компартии России. В начале прошлого года мы провели Орловский экономический форум, на котором в концентрированном виде предложили нашу программу, с которой затем шли на выборы в Государственную Думу и эта программа получила название «10 шагов к достойной жизни». Мы выступаем за национализацию ключевых отраслей промышленности, нефтегазового комплекса, ключевых банков, железных дорог, предприятий военно-промышленного комплекса. Считаем, что это, с одной стороны, обеспечит дополнительный приток средств в бюджет, и, с другой стороны, это гарантирует управляемость, плановость российской экономикой, что просто необходимо в условиях нашей большой и холодной страны. Мы выступаем за создание независимой финансовой системы, мы выступаем за выход России из Всемирной торговой организации, потери слишком велики, мы выступаем за поддержку села, за то, чтобы направлялась на него не менее 10% расходной части бюджета. Мы сформулировали свои предложения о том, что необходимо не менее 7% расходов бюджета направлять на здравоохранение, науку, образование, без этого никакой модернизации страны и развитие человеческого потенциала говорить невозможно. Мы выступаем за поддержку народных предприятий и предложили по этому поводу специальную программу. Те меры, которые Компартия Российской Федерации изложила в своей антикризисной программе, позволят достаточно быстро увеличить бюджет Российской Федерации не менее чем в полтора раза, а в дальнейшем и вдвое. Это означает, что только таким образом мы сможем превратить бюджет деградации сегодняшний в бюджет развития. Мы постоянно советуемся с нашими союзниками, с широкой общественностью по поводу различных направлений своей программы, по поводу своих отраслевых программ. Мы провели в прошлом году Всероссийский совет трудовых коллективов в Подмосковье, провели съезд работников агропромышленного комплекса в Мариэл, провели съезд работников бюджетной сферы в Москве и форум народов России в Башкирии, везде получили наши предложения и убедительную поддержку. Для того, чтобы отстаивать свои идеи, для того, чтобы пропагандировать нашу программу, у партии есть 162 тысячи членов, есть сеть региональных первичных местных отделений, есть депутатская вертикаль, во главе которой 52 депутата Государственной Думы, есть сторонники партии, на ближайшем съезде планируется ввести в устав партии, это понятие сторонника. Мы имеем большой круг союзников, союзных организаций, многие из них объединены во Всероссийском штабе протестного движения. Мы должны назвать здесь, наверное, и движение Дети войны, и движение Всероссийский женский союз надежды о России, и Ленинский комсомол, и движение в поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки, движение Русский лад, российские ученые социалистической ориентации. Недавно провели свой пленум, посвященный 100-летию Великого Октября и целый ряд других организаций. Чем дальше, тем больше мы убеждаемся в актуальности нашей законотворческой деятельности. За прошедшие годы по инициативе фракции КПРФ принять закон о стратегическом планировании промышленной политики, в государственном оборонном заказе, но правительство не спешит выполнять эти законы в должном объеме. Мы, тем не менее, будем настаивать на их принятии. И разработан пакет законов по всем ключевым другим направлениям, включая два закона, над которыми партия активно вела работу в последние годы. Закон «Дети войны» и закон «Образование для всех». Соседательный характер нашей программы подтверждает практическая деятельность народных предприятий. Грудинина в Подмосковье, Казанково в Мариал, Богачево на Ставрополе, Сумароково в Иркутской области. Только что оттуда вернулась наша съемочная группа. 50-100 тысяч рублей. Это та заработная плата, которую получают работники в Иркутской области на предприятии Сумарокова. И это подчеркивает эффективность тех методов хозяйствования, на которых настаивает КПРФ и которые предлагает КПРФ. Вместе с программами, с нашими программами убедительно в пользу наших предложений свидетельствует деятельность наших товарищей и той команды, которую Геннадий Андреевич назвал как команду правительства народного доверия. Это и Антолий Евгеньевич Локоть, являясь мэром Новосибирска, имеет очень большой авторитет на сегодняшний день с территории города. Это Владимир Ильич Потомский, который добился хороших результатов в сельском хозяйстве. Это, конечно, Сергей Георгиевич Левченко, который тоже очень убедительно руководит своим регионом и обеспечил в прошлом году 6% прироста промышленной продукции. Для того, чтобы пропагандировать свои идеи, мы будем развивать и развиваем свою информационно-пропагандистскую вертикаль. Газету «Правда», центральный печатный орган, сотрудничаем активность газеты «Советская Россия», свыше 100 региональных печатных изданий мы имеем. Четыре прошедших года – это годы становления партийного телеканала «Красная линия», который состоялся, и число абонентов достигло к сегодняшнему моменту 6,5 миллионов телезрителей. Он активно показывает картину дня и показывает советский опыт, является очень важным инструментом партии в информационной политике. Есть свои результаты в развитии сайтов, в социальных сетях, мы намерены активизировать работу в самое ближайшее время. Для того, чтобы мировоззрение коммунистов формировалось у наших молодых товарищей, а приток в партию молодежи довольно велик, сразу после прошлого отчетно-выборного съезда был создан по решению президиума ЦК и лидера партии Центр политической учебы. Он активно занимается подготовкой кадров. 21 поток позволил подготовить с мыши 700 наших молодых товарищей. Сегодня они, вернувшись из Москвы в свои региональные отделения после похождения обучения, активно работают и помогают продвигать идеи партии в жизнь. Мы сегодня можем сказать, что не праволиберальная, так называемая оппозиция, а именно КПРФ является реальной альтернативой проводимому курсу. Мы против майданных переворотов, мы за кардинальные, решительные смену проводимой в стране социально-экономической политики. И для этого мы не только предлагаем свои программы, но и активно отстаиваем интересы трудящихся. Всероссийский штаб протестного движения, наши структуры на местах за прошедший период провели десятки акций протеста, защищая интересы трудящихся, защищая интересы шахтеров в Ростовской области, защищая тех, кто пострадал от системы Платон, защищая пенсионеров в Самарской области и предпринимая другие меры в интересах граждан страны. Ключевое событие для нас в ближайших месяцах после партийного съезда это 100-летие Великого Октября. Создан юбилейный комитет, проводим массу научно-практических мероприятий, защищая наше прошлое и опыт социалистического строительства принято решение возродить ленинские премии. В этом году партия вручит такие премии тем, кто продолжает советские традиции, защищает их и помогает нам отстаивать интересы добра, правды и справедливости. Завершатся мероприятия в ноябре, в том числе крупными международными событиями. В 100-летие октября партия намерена отметить самым широким и достойным образом. Афонин Юрий Вячеславович, пожалуйста. Одна из ключевых задач, которые решала наша партия за прошедший период, это укрепление своих рядов, укрепление своей структуры и усиление влияния среди населения нашей страны. И мы считаем, что эти задачи нам удалось решить. С одной стороны, за отчетный период мы приняли в партию более 60 тысяч человек. Причем хотелось бы отметить, что были два события, которые позволили серьезно увеличить приток в нашу партию, в первую очередь молодого поколения. Это призыв, посвященный 70-летию Великой Победы советского народа над фашистской агрессией. Эта победа праздновалась под Красным Стягом. Эту победу осуществил советский народ под руководством генералиссимуса Сталина. Мы в рамках этого призыва приняли в ряды партии более 30 тысяч человек. Объявлен призыв, посвященный 70-летию, столетию Великой Октябрьской социалистической революции. И по нашим оценкам и по той активности, в которой работает наша партийная организация, по тому энергетике вступления в ряды в партии, мы надеемся, что более 50 тысяч представителей нового поколения пополнят ряды нашей партии. Еще один очень важный итог работы за отчетный период – это то, что впервые, может быть, за последние многие годы, одна из ключевых категорий членов нашей партии – это рабочие. Внимание рабочему движению, развитию рабочего профсоюзного движения не раз обсуждались на пленумах, президиумах Центрального комитета партии. У нас более 20 тысяч рабочих, которые являются серьезными активистами, работают на местах. Многие из них представлены в наших партийных органах, избранные наиболее яркие представители крупнейших трудовых коллективов делегатами нашего съезда. Они приедут через неделю на наши мероприятия и вместе с нами будут вырабатывать ключевые решения. Хотелось бы отметить, что очень важно, что за прошедшие четыре года серьезно шла работа с молодежью и с кадрами. У нас за прошедшее время в 28 регионах были избраны новые и первые секретари региональных отделений. В основном это коммунисты нового поколения. И очень важно, что Коммунистическая партия это, пожалуй, единственная партия, которая четко выстроила систему работы с кадрами. У нас активно действуют пионерские организации. Мы находимся в преддверии празднования Дня пионерии, который состоится завтра, 95-й годовщина, со дня рождения пионерской организации. У нас по всей стране насчитывается более 300 тысяч пионеров. У нас создана мощная молодежная организация, Ленинский коммунистический союз молодежи, который стал одной из самых энергичных и влиятельных молодежных организаций страны. Кстати, они являются одним из инициаторов проведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который состоится в октябре этого года в Российской Федерации, пройдет в городе Москве и Сочи, где как раз лозунги социализма, справедливости. Дни, посвященные столетию Великого Октября, пройдут очень активно при участии тысяч наших товарищей из разных стран мира. У нас молодое поколение проходит серьезную обкатку в первичных и местных организациях, на муниципальном уровне, получает серьезную подготовку в центре политической учебы и активно реализуется в партию. У нас есть ряд уже ярких, талантливых, молодых первых секретарей Свердловской области, Александр Ивачев, Алтайский край Марии Прусакова, Приморский край Анатолий Долгачев, которые активно реализуются, в том числе и протестные движения. Но очень важно, что у нас есть и серьезная подпорка за счет молодого поколения еще более молодого возраста. Вот только что под председательством Геннадия Андреевича Зюганова мы проводили круглый стол, посвященный пионерии и наследию Великого Октября. На нем выступала девочка, представитель Иркутской пионерии. Она сейчас возглавляет областную пионерскую организацию Екатерина Просвирина, но она сама 17 лет назад вступила в ряды в пионерии. Развивалась, росла и таких ребят по стране очень много. Такая кадровая скамейка, такой резерв, наряду со старшим поколением, который передает новому поколению идеалы добра и справедливости, позволит нашей партии реализовать свой потенциал и те задачи, которые поставит и наш 17-й съезд партии и в рамках подготовки к избирательным кампаниям. Леонид Иванович Калашников, пожалуйста. Уважаемые коллеги, товарищи, в докладе очень серьезно посвящен мировой экономический кризис и современный мир, где он сегодня находится и как в этом участвуют коммунисты. У нас есть своего рода Коминтерн, это мировое коммунистическое рабочее движение и довольно подробно освещена эта работа в этом разделе. Вы, если погрузитесь хорошо в доклад, вам будет очень интересно. Но мы, кроме того, переводим доклад наш на английский язык и испанский. И у нас есть такой информационный ресурс, называется SolidNet, где вот все эти партии, не только они и международные организации, которых тоже очень много, которых мы тоже не так давно здесь собирали. От ВФДМ, Всемирной Федерации Демократической Молодежи до Всемирной Профсоюзной Организации Женщин. Все это достаточно хорошо освещено и эта работа, конечно, ведется с той или иной успешностью. Мы оцениваем сегодня этот мир, в том числе и в наших итоговых документах, готовим резолюцию такую итоговую, о том, как сегодня этот мировой экономический кризис осуществляется, инициируется с помощью в том числе и метода фашизма на Украине, например. Как мы работаем с коммунистами Украины или как мы работали с нашими коллегами и продолжаем это делать в Сирии. И все это не просто исследуется, но и подводится определенные итоги, потому что с помощью русофобии, например, разрушили Советский Союз. Сегодня это активно используется для разрушения Российской Федерации, и мы, конечно же, прекрасно понимаем все эти опасности, которые перед нами стоят. Мы решили не приглашать иностранных гостей в этот раз на съезд, потому что он у нас рабочий, еще и потому что партия не располагает огромными такими средствами, которые позволяют два раза собирать огромный спектр левого движения. Мы это сделаем в связи со столетием октября в ноябре. А на съезде мы оценим эти вопросы и в докладе, выступлениях и в итоговой резолюции. Спасибо. Вы получили полную информацию о сути нашего отчета, о основных направлениях работы, о ключевых проблемах, которые существуют. Субтитры создавал DimaTorzok